Поговорим об основных настройках камеры. Во-первых, у нас есть Viewport и камера, которая крутится вместе с нашим Viewport, как бы камера по умолчанию. Если мы нажмем клавишу цифровой панели N, то мы сможем увидеть ее настройки в разделе View, Вид. Посмотрите на наш объект. Я поставила в сцену обезьянку и начинаю приближаться к ней. При определенном приближении части объекта начинают пропадать. Почему такое происходит? В этом разделе View мы можем увидеть клип срезания. Начало его находится на определенной величине, конец также на определенной величине. Эта величина измеряется в величине единиц измерения сцены. Сейчас у нас пресеты никакие не стоят, поэтому одна единица это один Blender Unit. Для того, чтобы у нас объект не отображался вот так вот при приближении, мы должны уменьшить расстояние, на котором у нас будет срезаться объект. Если я его начну уменьшать, вы видите, что объект обрел нормальный вид и стал отображаться во Viewport нормально. При этом, как бы я ни приближала, если я только совсем близко не подойду к объекту, я этого исчезания граней не увижу. Также у нас здесь есть настройки линзы этой камеры. По умолчанию она стоит 35. Если мы подведем достаточно близко к объекту, мы увидим сильно достаточно перспективные искажения. Кому-то может понравиться такой режим работы, кому-то он может не понравиться. Поэтому в этом разделе мы можем изменить его, например, на значение 60. Чем больше эта величина, тем меньше перспективных искажений. Чем она меньше, тем больше у нас перспективных искажений при приближении. Поставлю снова на значение 60 и поговорим теперь о переносной камере, которая здесь у нас находится в сцене. Сейчас она является основной, поэтому если мы нажмем клавишу 0, то мы переключимся на вид из нее. То, что мы находимся в режиме камеры, мы можем определить по этому возникающему прямоугольнику. Как мы можем перемещать эту камеру? Во-первых, мы можем воспользоваться горячими клавишами G, как обычно, и перемещать камеру параллельно экрану монитора. Также мы можем перемещать камеру по локальным осям. Например, G, X, X позволяет перемещать камеру влево и вправо. Y, Y вверх и вниз. Z и Z ближе или дальше к объекту. Мы можем вращать камеру также с помощью клавиши R, либо вращение вокруг оси Z, R, Z. А также любой другой оси. Например, RX позволяет обращать камеру вокруг глобальной оси X. R, X, X позволяет обращать камеру вокруг локальной оси X, что бывает удобно для подстройки. Следующее сочетание клавиш – это Alt, O. Если мы выйдем в режим без вот этой камеры, то есть просто наш обычный режим просмотра, и хотим зафиксировать вот этот вид. То есть, чтобы на нашей камере отображался вид, как он у нас сейчас есть во вьюпорте. Для этого нажмем сочетание клавиш – Ctrl, Alt, 0. При этом наша камера переместилась из этого угла вьюпорта сюда, и ее вид автоматически настроился на тот вид вьюпорта, который у нас был до этого. У нас есть возможность также переключать вид между несколькими камерами в сцене. Создадим вторую камеру, выделив первую, нажав Shift и X. Отведем ее в сторону и посмотрим, что будет, если мы нажмем 0. Мы попадаем в вид из выделенной нами камеры. Если мы выделим первую камеру и нажмем 0, то вид у нас останется на той камере, на какой был. Что же делать? Для того, чтобы переключаться между несколькими камерами, нужно выделить нужную нам камеру и нажать Ctrl, 0. В таком случае эта камера становится главной. Мы можем ей управлять. Для того, чтобы переключиться на другую камеру, мы также можем выделить ее и нажать Ctrl, 0. При этом вид у нас переключится на эту камеру. Теперь посмотрим, как можно двигать камеру. Помимо стандартных клавиш G, R и S, у нас есть также клавиши, которые позволят быстрее и удобнее двигаться по сцене. Самое удобное, главное сочетание клавиш – это Shift-F. Shift-F – это свободное перемещение. С помощью него вы можете схватить камеру и двигаться по сцене, так как вам будет удобно. При этом управление осуществляется клавишами W, A, S и D. Как в компьютерной игре, например, повороты осуществляются поворотами мыши. Вы можете идти вперед или назад, обходить объект. С помощью колеса вперед или назад вы можете увеличивать или уменьшать скорость вашего движения. Когда вам нужно подтвердить вид, который вас устраивает, вы можете нажать левую клавишу мыши. Если вы хотите сбросить вид на тот, который у вас был до начала движения, вы просто нажимаете правую клавишу мыши и возвращаетесь к тому виду, который был до этого. Следующее, что мы посмотрим, это переключение камеры с изометрией на перспективу. Для этого зайдем в раздел камеры. Вот он в настройках, значок камеры. И переключим режим линзы с перспективного на изометрический. При этом мы видим, что часть поля у нас обрезалась. Почему это происходит, я уже говорила. Поэтому мы знаем, что это должно находиться где-то в разделе с названием клип или клиппинг. И уменьшим вот это значение. Для того, чтобы при приближении к объекту наша камера не обрезала его. Теперь с помощью вот этого ползунка мы можем приближать или удалять объект. При переключении снова в перспективный режим мы видим, что линза нашей камеры здесь также составляет значение 35. По умолчанию мы видели, что такая же цифра стояла и во вьюпорте. Мы поменяли ее на 60. Соответственно, для каждой камеры есть своя собственная настройка, которая позволит выставить фокусное расстояние и фокусную длину. В данном случае она 35 мм, оставляем на 60. И получаем менее искаженную в перспективе картинку. У нас есть настройки различной камеры. Мы можем также отобразить расстояние, на которое камера снимает. Можем отобразить имя этой камеры. А также настроить различные композиционные гиды. Например, можем поставить золотой треугольник. В таком случае у нас появятся пунктирные линии, которые обозначат для нас пропорции золотого треугольника. Я вам беру эти подсказки. Есть еще раздел по спорту, который позволяет затемнить все изображение, кроме находящегося в объективе камеры. Безопасные области позволяют отобразить. Безопасные области для съемки, например, видео. Вот они. И последний интересный нам здесь пункт – это глубина поля, которая позволяет определить расстояние до объекта, на котором будет фокусироваться камера, а также определить границу поля, где у нас будут четкие объекты и где у нас будут разблюренные объекты. На этом все. Спасибо. Спасибо.